Если в доме течет крыша, жить в нем не сахар в любое время года. А весна и осень становятся особенно невыносимыми. Именно с такой проблемой и столкнулись жители этого дома. И если с потопами они справляются с помощью тряпок и тазиков, то с замыканием электропроводки разбираться самостоятельно крайне небезопасно. Как только мы тонем, нам приходится все вот это электрооборудование отсюда убирать. Соответственно, вот она стена, вот эта. Она, то есть, когда вода бежит, то есть до нее прокасаются, она прям током начинает бить. Так живут люди в девятиэтажке на Юрина 186. Более десяти лет в доме течет крыша. А в межсезонье вода просачивается до восьмого этажа. Мы там какие-то дополнительные удлинители тянем, чтобы свет горел на кухне. Вызвать электрика Максим Климов не мог около недели. В других квартирах проблемы с проводкой возникали и раньше. Как раз мокрая стена, а здесь вся проводка. Все провода внутри стены. И вот под этими, под обоями, и прям по обоям побежал огонь. Я говорю, ой, я так перепугалась. В коридоре у нас рубильник этот, я побежала выключать. Таких проблем не слышал я про такие проблемы, что глобальные. Да, была, вот теперь есть протечки в любом случае. То есть, то, что подлежит сегодня капитальному ремонту, текущим ремонтом, выполнить, ну, скажем так, не очень просто, это нельзя. К слову, взбодрить ДЭС-2 смогла наша съемочная группа. В течение получаса оттуда пришел специалист и починил проводку. Жители могут обратиться к независимым оценщикам, это стоит, на самом деле, услуга не так дорого, посчитать вот тот восстановительный ремонт, который необходимо провести внутри квартиры в результате протекания кровли и обратиться с претензией в адрес управляющей компании. Если управляющая компания в течение 10 дней на денежные средства на счет потребителя не перечислит, потребитель имеет право обратиться за взысканием денежных сумм уже в судебном порядке. Вечная проблема с протекающей крышей решиться может, но только после капремонта, а запланирован он на 26-28 годы. Неоднократно документы по переносу срока капитального ремонта подавались по этому дому в комитет жилищно-коммунального хозяйства города. Знаете все, что средств на капитальный ремонт, к сожалению, не хватает. Требуется для капитального ремонта многоквартетного жилья в крае порядка двух миллиардов рублей. К сожалению, таких денег нет. Дворников заверил, компания снова подаст документы на перенос даты капремонта. Причем сделать это вполне реально. Подобные случаи в практике управляющих компаний нам известны. В противном случае юрист советует жильцам подумать о ее смене. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.